И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить Final Fantasy IV The After Years. И, в общем-то, сейчас я буду резко вспоминать, что нам нужно было играть в последний раз достаточно давно. Так, я вспомнила, отлично. Простите, ребят, простите, что вот так вот сейчас странно выходит финалочка, потому что я каждый раз ловлю себя на мысли, когда выставляю какие-нибудь новости в группе ВКонтакте о том, как у нас будет выходить финалка. В итоге все... Понятно, нам туда, по всей видимости. В итоге получается все равно как-то криво, косо и не совсем так, как я писала, но это связано с тем, что у меня пополнение в семье и дома творится дурдом абсолютнейший просто. Я просто не могу выкроить время, потому что, когда я даже его выкраиваю, оно очень недолго длится. И либо он действительно слишком недолго длится, я просто не успеваю как-то сесть и записать, то есть собраться с мыслями. Либо я вообще в таком не в кондишене, что вообще ни о чем думать не могу, не говоря уже о том, чтобы говорить и что-то записывать. Зачем тебе в молитвенный зал? Прости, дружок, но старейшина с магами сейчас совещается о важных делах, а ты ступай-ка домой. Ладно. Ах, совещается о важных делах. Так, а мне как-то туда попасть надо или... или вряд ли? Говорят, палома отправили втрое. Везет некоторым там такие девочки. Да уж, почему я не на его месте? Потому что ты не спасал мир, чувак. И ты явно не палом по способностям, поэтому иди в пень. Так, нам на чертовую дорогу, это очевидно. Да? Так, вопрос-то... Я сейчас опять буду тупить. Вот как-то здесь все так не очевидно. Не знаю, может я тупая совсем. А девушка, куда тупей-то? Так, хорошо, давайте зайдем в таверну тогда, потому что тут я уже тыкалась. Опять хожу по тем же местам. Сейчас опять эта фигня начнется, я вам отвечаю. То, что я хожу и не знаю, что делать. В последнее время чудовище мне сидится тихо. Хорошо бы это не было предвестием других несчастей. Западного мыса очень красивый вид. В ясный день можно разглядеть даже Вавилонскую башню. Ага, либо туда идти, кстати. Как вырос и покрашила малышка паром. На востоке есть гора испытаний. Там водится нежисть. Не ходи туда. Ты слышал, к востоку от нас упал воздушный корабль из барона? А-а-а, точно ж. А, это сейчас было аж даже? Ух ты, нифига. То есть, Теодор где-то там отвалился. Слушай, так пойдемте оружие купим. Боже мой, пока мы не вышли. У нас так много денег. Че это вдруг? Удивительно. У нас этот самый, как его звать? Цукинова самый, я смотрю, обеспеченный. На начало миссии. Хотя, может, это деньги из предыдущих миссий. С другой стороны, какая, наверное, связь? Я просто не обратила, как-то внимание на это дело. Так, шапк сперам. Так, оден... Ууу, нифига ценники у вас тут. Я это не надену. Давайте хотя бы так. Господи, ладно, давай. А черт с ними, что ты мне скажешь? В моих глазах, как какие-то двое ушли по чертовой дороге. Интересно, кто это был? Это был Теодор и этот самый Капюшоновый. Да? Да. Добро пожаловать, говорит нам. Кунай Кадати. Почему тебе не Кадати, чувак? Как вообще так? Может, две штучки купим? Две руки возьмем? Денег, в принципе, хватает. Да, все правильно. Я, на самом деле, жутко жду того момента. Я уже говорила, когда я смогу уже начать историю кристаллов. И заходить даже когда... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Котенка, котенка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот о чем я и говорю. У меня котенок спит просто на коленях. И сейчас она сползла и вцепилась когтями мне в ногу. Это было очень неприятно. Куда опять твоя жопа сползает? Так, подождите секундочку. Я знаю, это всё очень профессионально, но... Ну, чёрт! Сопля, что ты делаешь со мной? Да, её зовут Сопля. Не, на самом деле её зовут Веня. А Венакенти, блин. Вениамин! Ах... Типа Венеция. Веня. Ну, я её называю Соплёю чаще, чем мне хотелось бы, наверное. Опа. Это я рандомом сюда пошла. В общем, это маленькое чудовище. Просто очень много бегает. И, смотрите, вот, когда котёнки мелкие, это постоянно нужно палить, когда она хочет сикать или сракать, чтобы её поймать, посадить на горшок, чтобы она привыкла к нему. И она постоянно бегает. Это просто... Она постоянно бегает. Она никогда не спит. И я тоже последнюю неделю никогда, по-моему, не спрямлю. У меня такое ощущение, что я всю эту неделю вообще ни разу не спала. Хотя, конечно, спала. Но у меня такое ощущение, что нет. Это ужасно. Но, с другой стороны, это очень здорово. Вот я добрался из Абылана сюда. За море, в Месидию. Живу здесь уже довольно долго. Да? Местная магия отличная вещь. Хотя я ниндзя, значит, и без магии кое-что умею. Жди меня, учитель. И вы, друзья, ждите. Только очень сильно долго ждите. А, то есть мы сюда пришли просто, чтобы послушать его вот эти вот, да? Ну ладно. Ну тогда нам на восток. Очевидно. Да? На восток же нам? Нам же больше некуда. Как бы, куда нам ещё? Там корабль упал. Блин, царапки болят, щипят. Она конкретно начала сползать, так вцепилась, что... И даже не просто в ногу, хотя, кстати, в ногу было бы больнее. Она в щиколотку впилась, то есть в боковую часть ноги, ближе к пятке, и это было не очень приятно. Так, хорошо. Мне, собственно, куда? На гору испытаний, что вряд ли? Или к месту... Как здесь, почему на меня никто не нападает? А, ну хотя, да, логично. Когда я в своём тайном облике, на меня никто и не нападает. Куда я опять бегу? Нам сказали про мыс. Нам сказали про корабль, который упал. Нам сказали про гору испытаний. Также нам сказали про... Чёртову дорогу, но там закрытого. Если я сейчас приду сюда, и меня пошлют. Не послали. А вот у гора испытаний. Мне тут особо делать нечего. Да? А, нет, послали. Хорошо. Место отпадает. Ну, логично, потому что на горе испытаний сейчас... Что это самое? Ходит. А, нет. Ещё не ходит. Так, сейчас Чокобу оседлаем. Потому что долго мы так бегать будем. Так, не ты. Не ты. Так, куда мне, собственно, надо? Я вот этих намеков вообще не очень понимаю. Вот что у нас была ли проблема с другими персонажами. В этой маленькой детективной истории. Что с Цукиновой все они как-то одинаковые. Единственное... Хотя нет, совсем бы. Даже с гномами было. Потому что я не совсем правильно поняла намёк. По поводу трактира. Тупо забыла, что там дверь. Точнее, я даже эту дверь видела, но не признавала её за дверь. Короче... Не важно. Тут-то мне что делать? Нам серьёзно. Нам сказали про мыс. Нам мы все. Мы были. На гору сходили, нас послали. У нас остался вариант только с чёртовой дорогой. Но, как бы, нахрена нам туда, когда с другой стороны чёртовой дорогой... Да чёрт-то знает, слушайте, а? Так. Хорошо, здесь мы никак не пройдём. Что мне надо делать? Скажите кто-нибудь. Я слишком тупая в последнее время. Серьёзно, у меня какие-то проблемы с этой игрой. В плане понимания, что-то мне хотят. Как-то у меня такого, честно говоря, никогда не было. Хотя, казалось бы, да, всё очевидно. И тебе особо некуда. Но я умудряюсь затупить. Может... Может, всё-таки ещё раз там сходить? Я не знаю, правда, сах... Херена? Может, тут чё? Откопать? Не знаю. Может, тут стоит кто-то? Ой, напоминает вот эта вот водичка. Берёжевая. С синеньким. Сразу про восьмую финалку, про её начало. Так, ну слушайте. Чёртова дорога остаётся. Больше вариантов нет. Запечатан, говорит. Отпечатайте мне её. Ни в коём случае к нему не приближайся. Да с хрена ли. Может, здесь кнопочку какую надо нажать? Хотя, вроде она не так отпечатывается. Хотя, с другой стороны... Почему здесь так выделяется этот кусок камня? Что мне с тобой сделать? Так, подождите. Что мне делать? Что от меня хотят? Меня туда не пускают. На величающее совещание. Может, я как ниндзя сейчас заберусь, не знаю, в окно и... Зачем тебе молитвенный зал? Ну, как бы, единственный вариант получиться в молитвенный зал, но... Может, как-то... Ну, ладно, говорит. Ну, как бы, да, намёк на то, что как будто нам туда надо. Может, есть какой-то проход по воде? А я его не вкуриваю. Хотя, я не помню, чтобы здесь, в Мессидии, был какой-то проход по воде. Здесь ещё, в принципе, ничего нету. Что? Что? Что я сказал? Добро пожаловать в Мессидию. Вот, что есть, как надо... Ага, понятно. Так, слушайте, это уже не смешно. То есть, я в каждой части из этих ребят реально затупливаю. Ты мне что скажешь? Шли по чёртовой дороге. Тут, как бы, хрен бы с ними. Мне-то что делать? То есть, я вроде всё потыкала. Может, здесь что-нибудь откопать-то? Я не знаю. О, сопляк. Я очень, заклинание, жаба. Ах, ты ж, ёшкин, свет же ж. Почему до меня не дошло сразу? Потому что я, наверное, начнём с того, что забыла про этого пацана. Вообще, в принципе, как... Пустите меня, товарищ жаба. Какая гадость. Кышь отсюда. Убирайся или уйду я. Ладно. А, вот что это за жаба-то была. Господи. Вот оно что это было-то. Ой, блин. Шо вы говорите? Это всего лишь возможность. Не надо поддаваться страху. Но если подозрения оправдаются, нам придётся действовать без промедления. Ммм. И опять всё из-за кристаллов. Прошлое возвращается со всеми своими ужасами. Старейшина, а где Палом? В пути. Его пригласили втрою по делам. То есть Миссиди осталась без своего лучшего чёрного мага? Если на нас сейчас нападут, всё и вправду повторится, как тогда. Опасно так сильно полагаться на чёрную магию. Разве вы забыли, чему учит старейшина? И всё-таки. Мы опять имеем дело с луной. Старейшина. Думает активно. Второй раз уже заиграл. Я сейчас же отправлюсь на гору испытаний. На гору испытаний? Ну как же... Не бойтесь, я буду осторожно. Вот именно. Очень осторожно и внимательно. Обещаю. Паром. Паром. Так, мы идём теперь точно на гору испытаний. Послушайте меня всем. Главное сейчас действовать без суеты. Никто ещё не знает, как повернуться в событие. Воистину так. Так, теперь ты точно на гору испытаний. Зачем паром отправилась на гору испытаний? Так, расколдуй-ка меня. Или мне нужно заклинание... Ой, да, заклинание, господи. Давай. Орега-тошечки. Так, ну шо, идём. Здесь, на... Вот что значит? Они же... Я жил тут довольно долго. То есть они как бы прокрались, да, к... Как сказать, в разные королевства под видом разных людей. То есть все эти четыре ниндзя. И сколько времени они вообще мониторили происходящее вокруг? Это ж непонятно. Очень долго. Это сколько? Ну, теперь... Ну что, полетим в гору. Обычный свой образ прими, пожалуйста. Да, спасибо. Да мы поняли, да. Звезда во лбу. Фиолетовый хвост. Всё по канону. Бегает смешно. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Что-то тут ничего нет, кроме зверей. Точнее, это не звери даже. Ой, я тут начала потихоньку читать... Давно хотела. Сегодня как руки не доходили. Начала читать комикс «Ходячие мертвецы», потому что... Ну, говорят, что комикс вообще... Слушай, я ж зелень купила. Этот комик, короче, очень-очень-очень охрененный и очень жесткий. И он как-то водится лучше, чем сериал по его мотивам. Потому что, говорится, сериали там уже совсем... Этот сериал даже последние два сезона. Точнее, не помню даже уже какой. Вот последний крупный, который вышел, его не смотрел. А там, где убили сами знаете кого. Что-то как-то сделали-то, серьезно, не очень. А убийство этого, сами знаете кого, мне проспойлерили, к сожалению. Вот. Тварь. А, чёрт, чудовище. И, в общем... Господи, а такое-то самое было, как будто бы... Я думаю, а босс сейчас выползет. И я такая думаю, блин, пора бы уже взяться наконец за комиксы, посмотреть, как там было, да и вообще... Надо приобщаться к прекрасному. И там так забавно Рик Граймс выглядит. Ну, то есть, да, шериф. Прям, не знаю, даже как-то... Контраст такой после сериала, конечно, сложно воспринимать. Но, я думаю, примерно так же было у тех, кто сперва почитал комиксы, а потом посмотрел сериал. Интересно, кстати, если среди вас есть те, кто вот так вот сделал, то есть, сперва посмотрел... Точнее, почитал комиксы, а потом посмотрел сериал. Напишите свои впечатления, то есть, какие у вас они были. То есть, как вам понравился сериал, не понравился. Просто будет любопытно. То есть, в принципе, мне сериал нравится, но, повторюсь, вот последняя... Первые два сезона вообще замечательные. Дальше, ну, терпимо. Там, где вот этот губернатор, все дела. Палатка есть, отлично. Это еще ничего, как бы там проблемы людей, да. Но мне уже тогда было чуть-чуть нудновато смотреть. Потому что я уже думаю, успокаиваю, закончите. Уже с этим губернатором уже достал. Он там почти два сезона. Хотя, по-моему, два сезона и мутил с ними, со всеми. Задрал он неимоверно. Как я радовалась, когда с ним вопрос решился. Вообще, ага! Когда все это закончилось, вся эта история. Ой, 666. Чего-то там не обратило внимания. Чего? Надо бы, кстати, вылечиться. Но вот потом опять началась какая-то мутня. Вроде смотришь, вроде ничего, да. Ну, как бы, вроде все хорошо. И, как бы, и зомби вернулись, наконец-то, вместо людей. Стали главной проблемой. И, вроде, события, какие-то взаимоотношения, там, персонажи. Но вот смотришь, и уже какого-то такого запала нету. Да, вот точно, я четвертый посмотрела. Это, по-моему, четвертый был. Там, где... Не знаю, я просто не знаю, сколько из вас людей смотрело. Я сейчас, может, скажу, что-то даже незначительное. Для вас это все равно будет спойлером. Поэтому, наверное, особо так не буду. В общем, четвертый, по-моему, сезон был, который я посмотрела. Вот пятый я как раз не смотрела. Сейчас, вроде, шестой. То ли должен выходить, то ли уже начал выходить. Даже уже не слежу. Если честно... Уж что-то как-то меня уже не хватило. Потом, может, как-нибудь под настроение. Или, может быть, как раз почитаю комиксы. Захочется посмотреть, как там в сериале все это дело обыграно. А может, вообще-нибудь... Не знаю, кто знает вообще. Вообще, давно хочу приобщиться как-то к комиксам. Комиксы как-то не очень мне входят. Единственный комикс, который мне нравился, который я, в принципе, читала. Это были те комиксы, которые печатались в классном журнале. Давным-давно был такой журнал. Назывался Классный журнал. И то, как бы... Ну, чего выходила, то читала. Потому что это были даже не комиксы. Это была больше цветная манга. Только поэтому. Вот. Вот манга вообще на ура у меня идет. Как бы мне ее приятнее и привычнее читать. А вот комиксы как-то совсем нет. А, вот что она почувствовала. Она Цукинова почувствовала. Вот все и раскрывается. Ну, слава богу. В общем, не знаю, как-то комиксы, вот помимо вот этих... Ай, да паром ее не проведешь. Это да. Те, которые в классном журнале. И... Чуть-чуть в детстве, что попалось мне, что в ларьке когда-то там 1500 лет тому назад купила. Это комиксы про Человека-паука. Там, где он уже повзрослел, уже там, смотри, Джейн развелся, там... Там много чего-то всякого разного. Так, не убивай меня только, пожалуйста. Так, сейчас. Нервы. Они такие. Вот. И то буквально вот два комикса у меня было. Потом я что-то вспомнила про это дело, когда разгребала свой мусор весь старый. Как ты, как ты мне очень мешаешь. И пошла, почитала продолжение. Но меня надолго опять не хватило. Я не знаю. Вот комиксы как-то... Человека-паука безумно, безумно люблю. Самый мой любимый супергерой. Все остальные как-то вообще не впечатают. Ну, Бэтмен еще, ладно. Но все остальные... Что они есть, что их нет. Не знаю. Я к супергероям вообще абсолютно нейтрально и спокойно отношусь. Ну, кроме Человека-паука. Хотя, вот, из Бэтменов мне нравится... Помните, выходил такой мультик? Давно-давно по СТС шел. В 15.30, по-моему. Назывался Новый Бэтмен. Это как-то там... Там Бэтмен уже старый. То есть, Брюс Уэйн. И его место занял молоденький Терри. Как он мне нравился. Боже мой. Я просто бежала со школы, чтобы посмотреть вот этот мультик. Потому что мне он очень нравился. И мне нравился Новый Бэтмен. У него там костюмчик такой. Новомодный. Ну и город там уже такой чуть-чуть футуристический. Потому что все-таки сколько лет прошло. Уже будущее там чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуть-чуть будущее. В общем, мне вот очень нравилось. Так что, в принципе, наверное... Да, в какой-то степени... Ой, слушай, ты проснулась мне окончательно. Ой, ног не надо. Давай ты будешь спать. Ой-ой-ой-ой. У него, кстати, есть... У Катейки, в смысле... Второе излюбленное место. То есть, либо у меня на коленях. При этом мне приходится подгибать под задницу одну ногу. Или просто подгибать ее, чтобы вот это гниздо такое образовалось, чтобы она в него легла и лежала, не скатывалась. Хотя не всегда работает. Что-что-что у меня есть? Ну, давайте попробуем. Ой, не то сделала. А, не то сделала. Вот. И есть другое излюбленное место. Сзади у меня две подушечки. Потому что у меня кресло очень крупное. И когда хочется облокотиться на спинку, не всегда получается. То есть, пока там облокотишься, там приходится прям вообще очень сильно внутрь кресла, грубо говоря, забираться. Я подложила две подушечки. А подушечки мягенькие. И эта котейка любит спять наверху вот этих подушечек. Они как бы приминаются такие, как сказать, площадочки такие на этих подушках образуются плоские. И она на них спит. И мне это тоже хорошо, потому что она сзади меня, она мне не мешает, и она спит. И вообще все зашибись. Сейчас она туда перебралась по моей ноге и вообще. Короче, о чем я говорила? Комиксы. Вот. Манга как-то идет у меня попроще. Но иногда хочется почитать какие-нибудь комиксы. Вот для себя вроде сделала зарубку после The Wolf Among Us. То, что надо бы почитать фейблс. То есть, вот, сказания комиксы. Но я опять не могу до них никак добраться. Я не знаю, почему такая хрень. В принципе, с мангой у меня похожа хрень. Но, если я возьмусь читать мангу, я ее реально вот прям читаю. Иногда даже в захлеб прям сижу и читаю часами. У меня такое было, когда я читала, например, Атаку Титанов. Сингекину Кью... Хью... Хьюджин, точнее. Как они там, господи? Она была уже. Кью... Хьюджин, по-моему. И когда Сагуан в Винлэнде читала. Вот там прям вообще меня штырило долго и упорно. Опять у нее палом. Странно, но в Цукинове чувствует энергию палома? Почему? Похоже, она все время о нем думает. Ну, или просто подумала, что, типа, он тут. У него, кстати, два хвостика таких. Ну, в общем, не знаю, как, почему так. Я даже сейчас, когда мне попадаются какие-нибудь комиксы, даже, вот, знаете, вот, юмористические такие в сети, которые вываливаются. Я, когда их нахожу, я читаю их по... О, лечебная пилюлька появилась, отлично. Я их читаю по привычке справа налево. Она слева направо, потому что манга считается справа налево. Ой. Все пытаюсь почитать токийского гули. Прочитала, может, страниц 10 давно. И все никак... Не это самое, не возьмусь нормально. Мне это прям расстраивает. Причем я знаю, что мне понравится. Я знаю, что это хорошие вещи, что надо бы почитать вообще. Но вот как-то... Вот хрен доберешься. Вот я не знаю. А с комиксами я еще хуже. То есть я читаю, ну и че. Последний комикс, который был, кстати, был, опять же, Человек-паук. Причем я откопала просто... Я вообще не подозревала, так как я в комиксах не шарю абсолютно. Я вообще не подозревала, какие существуют в этом мире. И я была просто в шоке, когда я узнала, что есть вообще такая охрененная вещь. Я помню, кстати, я об этом где-то рассказывала в каком-то прохождении. Но я уже не помню в каком. Так, я успею его убить или меня убьют. Отлично. В общем, я обнаружила то, что есть небольшой такой комикс. То есть буквально на 4 главы или что-то такое. На 4 выпуска. Человек-паук в Нуаре. Ну, то есть Нуар, Человек-паук, по-моему, так и называется. То есть там все... Это как альтернативная реальность. Там все переначали. Питера Паркера там никто никакой паук не кусал. Костюм он сделал из бывшего военного костюма своего дяди Бена. Или отца. Не, по-моему, дяди Бена. И вот эта там маска, вот эта темная его, напоминала очень сильно маску ребят из Темного Братства. В Моровинде. Я прям читала. Там реально, там вот все вот эти конфликты с 40-х, по-моему, годы. Там 40-е, по-моему, годы охватываются. И это там так охрененно обыграно. То есть я бы с огромнейшим удовольствием почитала бы полностью вообще огромную-огромную коллекцию, скажем так, огромное количество выпусков по данной вселенной Человека-паука. То есть в таком нуарном виде. Меня прям так вштырило. Прям даже сильнее, наверное, чем обычный Человек-паук. Потому что в обычном всякие другие супергерои встречаются, всякие рассамахи. Вот я вообще не очень люблю, когда вот так вот смешивают. Не знаю, у меня прям... Ага, у меня отторжение идет. А там, там ничего этого нет. Там зато так все здорово. Если не читали, обязательно найдите, вбейте в гугль. Или где вы там комиксы читаете. Мангу там наверняка есть. Нуар Человек-паук. Как-то так обязательно найдете. В общем, офигенно. Вот просто я прям улетела в космос с этого выпуска четырехтомного. В общем, ладно, неважно. Давайте здесь остановимся, потому что в следующей серии наверняка наткнемся на кого-нибудь. А хотя, господи, все равно же действительно сейчас пойдем наткнемся на кого-нибудь. И на этом все закончится. Чего же останавливать серию? Несерьезно. Северн, что это вообще? В общем, почитайте. Человека-паука. Вентуараджи Нуара. Вообще не хватает в моей душе чего-то такого нуарного. Это так редко все выходит. Фильмы редко выходят нуарные. Игры редко выходят. Вообще, я считаю, эти никак. Когда последний раз нуарная игра выходила? Я вообще даже не могу сейчас вспомнить, если честно. Я даже не могу вспомнить игры с налетом Нуара, но кроме Макса Пэйна и саботажника. Кстати, если не играли в саботажника, я сама совершенно случайно узнала об этой игре. Вот абсолютно случайно. Я даже не знала вообще, что такое в природе есть, хотя казалось бы. В общем, саботер называется или саботажник. Его некоторые саботером называют, но это не совсем правильно. В общем, саботажник. И это, как бы, знаете, такой ассасинскрит, но про Германию, про нацистов и в черно-белых тонах нуарных. И там игра, самое интересное, то, что когда-то какой-нибудь район, например, да, очищаешь от нацистов. Или кто там были? По-моему, там были нацисты. Они просто не... Да, там были нацисты. И если очищаешь, этот район, он как бы обретал цвет, то есть становился цветным. Игра становилась цветным. Че там одеяние ниндзя? Что мне там попалось? Не заметила. Вот, отлично. Ну, в общем, офигенно там все это сделано. И игра очень интересная, такая динамичная. Правда, она какая-то, не знаю, требовательная для моего... Хотя это крупная игра, а не, в принципе, такие всякие GTA-подобные. Потому что она GTA-подобная. Это такая GTA плюс Ассасинскрит плюс Нуар и вот, саботажник. В принципе, интересная игра. Я какое-то время играла, но там FPS, конечно, вообще даже на самых минималках у меня вообще очень сильно просаживались. Это было, конечно, печально. Так бы я, наверное, даже для канала прошла. А так, увы. Я зря кликнула, у меня здоровье-то очень послабенькое. Что это за камень-памятник? А, кстати, куда делась паромка? Куда подевалась паром? Тот же вопрос. А, она в камне там. Вот, все, все понятно. Они там, в этом зеркальном зале точно. What the fuck? А вот и босс. Да? Или... А, нет, подожди, он башню видел. Так, я и знал. Вавилонская башня, я желаю. Паром, желаю тебе удачи. А мне надо на западный мыс. Господин, я спешу к тебе. Да? Мы теперь туда пойдем? Или мы все-таки вылечимся? Или босса не будет? Не будет, по всей видимости. Нет, будет. Когда-нибудь. Но не сегодня. Так, слушайте, нет. Давайте все-таки тогда... Не знаю, остановимся. Потому что хрен его знает. Я не знаю. Господи, сколько мы еще идти будем? По идее, как бы мы должны уже и дойти, и убить босса, и все. Но что-то как-то долго все это происходит. Я думала, сейчас будет босс, и он увидит башню, и все. Нам еще на мыс пешарить. Ну, ладно. Ладно, в любом случае. Прокачка. Я не знаю, пригодится ли она для этих персонажей. Для этого, в частности. Или нет. Мне почему-то кажется, что всех этих четырех ниндзи грохнут. Либо они в какой-то момент... Опять, 666 опыта. В какой-то момент они что-то такое сделают. Может быть, так же, как и спойлеры. Палом и Паром в оригинальной Final Fantasy IV пожертвуют своими жизнями. Но уже не воскреснут. Ой, что я делаю. Я прям так была расстроена, когда первый раз проходила четвертую финалку. И Паломка с Паромкой. Точнее, наоборот. А, нет, все правильно. Паломка и Паромка. А когда они пожертвовали собой, помните, они там в камни превратились. Прям очень грустно было. Благо их хоть расчехлили. Но это не спасло, к сожалению, Теллу. Потому что его в камень не обращали, его просто тупо убили. Твари. Парать не бабула. Хе-хе-хе-хе-хе. Давай. Я потом, кстати, ребят, посмотрю, если серия получится на час. Наверное, я все-таки ее пополам распилю. Потому что, ну, многовато. Это час. Я, кажется, все понимаю. Ну, и вы меня поймите. За час в теории, да и на практике, в принципе, я должна записать две серии. А получается, что одна. И это немножечко сказывается на моем состоянии психическом. Потому что, чтобы записать две серии, мне нужно потратить больше времени. А его... Оно, точнее, не всегда у меня есть. Особенно сейчас, когда котенка не дает мне жить вообще абсолютно. Такой дурдом. Сейчас я даже не представляю из-за себя. Еще первые дни я жутко... Ой, черт, она, по-моему, проснулась. Она слишком много шевелится за моей спиной. Потому что... Первые дни я переживала то, что кошка на нее шипела. Ну, это понятно, что она шипела. Но все равно я переживала из-за этого. Я думала, вдруг они не подружатся или что-нибудь случится. Хотя у меня не было в жизни никогда такого, чтобы у меня кошки не подружились. Но вдруг я думала, это будет первый раз. То, что я как бы две девочки там сидела. Самочки. Короче, у меня жуткая трясогуска была на эту тему. Очень сильно переживала. Еще переживала то, что котенку надо научить в толчок ходить. И прям... И вот это вот... Что такое? А, ну да. Мне же нужна ребенка. Ой, нахрена я это сделала? Лучше бы палаткой воспользовалась. Сейчас закончится. Голова. Забавно. Так, давай палаткой. Хотя, зачем мне палаткой? Господи. Нет, зелень нельзя тратить. Давай палатку. У нас их четыре штуки. Нормально. В общем, переживала жутко. Спала плохо, потому что... Нужно было за ним следить, чтобы они друг другу бошки не поотрвали. И вообще, как-то нужно было проявлять максимальное количество внимания и той кошки, и другой кошки. Она на меня еще обижала жутко. Урчала. Знаете, вот это ворчало на меня. Ты что, так поплывешь, что ли? Пора домой. Ваблан. Дельфинчики сейчас. Спасибо этому городу. Прощайте, учителя, паром. Может, еще доведется встретиться? Может быть. В общем, хреново мне было. В эти несколько дней. Левую ногу на воду, правую вперед. А, ну, конечно, это же ниндзя. Он так побежит. Я спешу к своему господину и боевым товарищам. Сейчас с чем-нибудь водяным встретиться. Может, это он врежется в корабль? Это вот Янга. Было бы смешно. Или он поможет ему. Спальня Эджа. У, спальня Эджа. А кровать одноместная. Печально. Луна все растет и растет. Может, это та самая, откуда пришли голбесы Фусоя? Опять к нам нагрянут жители Луны? Да чего уж у меня мерзкое предчувствие. Совсем как раньше. Когда проклятый Рубикан-то захватил наш замок. Шо такое? Шо такое? Ваше Величество? Ваше Величество? Где учитель Эдж? Изволит почивать в своих покоях? Что случилось? Вавилонская башня. Он, по-моему, сам уже пошел проверить. А жила? Так я и знал. Да, жила на юге. Так, мы теперь ломимся туда. А, то есть, ну все, да. Теперь точно остановим серию, потому что... Твою Машу. Потому что мы сейчас уже за Эджи играем. И, соответственно, история четырех ниндзя закончилась. Точнее, история И. И сейчас мы возвращаемся к Эджи. Пойдем в Вавилонскую башню. Там встретим всех, кого мы встретили ранее. Встретим Ридию. Поймем, что Ридия нифига не Ридия. И что есть другая Ридия. В общем, у нас есть чем заняться. И после этого мы примемся за сладкое. То есть, за палома. А после этого, славьте господи, начнется история о кристаллах. И все будет ништяк. Но пока что мы останавливаем данную серию. Если так случилось, что она все-таки была поделена на две. Не удивляйтесь тому, что я в предыдущей серии с вами не попрощалась. А в этой не поздоровалась. В общем, посмотрим, как оно получится. Надеюсь, что вам понравилась эта серия. Мои размышлизмы. Мышлизмы у меня бывает такое. Меня пробирает. И да, я помню. Все хорошо. В общем, всем вам огромное спасибо за ваше внимание. И увидимся в следующей серии, в которой пойдем в Вавилонскую башню. В общем, всем вам удачи. Спасибо и пока-пока.